МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа НОВИН РЕГИОНА, у студии Алена Мелешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. На Могилёшине распочалась закладка стаб-фонду. Вот мы приехали тебя поздравить. Держи. Это всё тебе. У юбилейный год Рады Могилё протягивая робить добрые справы. Навод колер паперы мая значение. Про санитарные рекомендации дошкольных речи удалей у выпуску. У Могилёшской области распочалась закладка стабилизационного фонду. Традиционно на зимний сезон закладаются бульба, капуста, морква, бураки, цыбуря и садовина. Сё лето у стаб-фонд треба закласти амаль 4 700 тонн бульбы, более за 2 тысячи тонн капусты и каля тысячи тонн остатней садовины и городнины. Для стварения стратегичного запаса вызначены 10 районов и сельские господарки, в зависимости от объёма продукции и наявности сховища. Самая велика нагрузка припадая на Могилёвский район. Разом зым основную закладку бульбы забеспечить Бабруйск и Шкловский районы. Так само у Кировским районе зробиць закладку усих видов городнины и садовины. Зауважим, что стаб-фонд сё лето будет меньшим, чем летысь. Гэта связана с тым, что гандлёвые сетки теперь сами клапотятся про товары и их ассортимент, а запас бульбы и усягу іншага робица для потребов бюджетных установ, школ и больниц. Закладка стаб-фонда Могилёвшины будет рабица со сбором ураджаю, бо добры заховываются, звычайно, поздние гатунки садовины и городнины. Работа протягнется до 15 листопада. И два района Могилёвской области поставили кончатковую кропково-уборочной кампании. Бабруйск и Кировский районы замолотили полностью сбоживые и зернебобовые и у сельгазорганизациях, и на просядибных участках у насельництва. Кали брать в область у целым, на ранницу 29-го жнивня у регионе засталось убрать 9 тысяч гектаров. Жниво на просядибных наделах завершает еще один район – Кличовский. Уклад районов у Агульны Каравай Могилёвшины склау 34 тысячи тонн сбожжа, при средней ураджайности – 32,3 центнера с гектара. После завершения уборочной у районе Усесилы концентруются в окол подрыхтоки до областных дожинок, якие селита прямая Кличов. С уборочной справиться получилось. С надеждой на достойную подготовку, достойное завершение работ. Ну и с надеждой на то, что это будет праздник не только для жителей города Кличова, района, но и для наших гостей. У Могилёвы у дорожно-транспортных здоровья не потерпел мотоциклист. Як поведомили у Дяшатой инспекции, уначе он рухался на своим двухколовом по улице Куляшова. По информации Дяшатой инспекции, подчас переезду штучной неровности мотоциклист не выбрал безспечную худкость и не справился с кированием. Мотоцикл перекулился, с травмами кировцу шпитализовали. Все лето в области отбылось 10 дорожно-транспортных здоровья не узудела мотоциклиста, в вынику, яких два человека загинули. Девять отримали травмы. Апошние дни на школьных базарах особливо шматлюдно. Завершается подрыхтовка до нового научального года. Комусьте засталося только школьные прилады купить, а хтосьте только почав сбирать свой комплект. Наша сдымочная группа разом со специалистами наведала школьный базар, ка б рассказать про особливости выбора речи для детей. Оказывается, навод колер по первых ошибках мае значение. Як показывая практика, апошний тыдень для батьков и школьников самый насыщенный. Один только выбор школьной формы, кольки часу займая. Якость и склад тканины оденье для детей тое, на что у першую чергу рай звернуть увагу. Материал очень приятный. Таксильным ощущениям не всегда стоит доверять. Мы смотрим на состав. Хлопок здесь составляет 56%, эластан – 1%. Следовательно, в гигиенические показатели мы складываемся, значит, можно покупать смело. Все ли это претензии до школьной формы няма. На приклад, оденье от белорусских вытворцев, звычайно, отповидая стандартам якости, кажут специалисты. Пытания часом бывают до замежных вытворцев. Вось, на приклад. В прошлом году, как пример, была у нас обувь, которая не соответствовала высоте каблука. Как правило, высота каблука для детей с 7-12 лет должна быть не более 2,5 см. Для детей, уже старшеклассников, должна быть не более 3,5 см. Школьные прилады, кажут специалисты, так само треба набывать не только с позиции внешнего выгляду. На приклад, вядомо, что для першоклассников рюкзак лепшку пить с ортопедичной спинкой. И кабьон не важил больше за 700 граммов. На ватшитки мают свои санитарные нормы. Бумага должна быть оффсетная или же пищая. Цвет страниц должен быть теплых оттенков топленого молока. Вот, например, как в этой тетради. Именно вот эти тона теплого топленого молока, они предпочтительнее и лучше для зрения школьников. Все ли это ассортимент товара, урадуют, кажут батьки. Выбор есть и по кошке, и по внешнему выгляде, и по якости. Все устраивает. Соответствует качеству? Да, да. И по цене есть выбор. То есть можно дороже, можно дешевле найти. А по качеству вам нравится? Ну, устраивает. Конечно, парады санэпидемиолога у основным носят рекомендационный характер. Однако гигиена и здоровье школьника – это не то, с чем треба экспериментовать. Катярина Городницкая, Алена Мелюшшанкова, Виталь Вопсиу. Новины региона. Прыпыночный пункт Могилевых монтаж застаётся закрытым. Специалисты Могилевского гарва Конкамо докладняют, что работы по добропарадковании там не завершены. Дальше, в ближайшие дни у сети громадского транспорта Могилева отбудется некольки изменений. Например, с 1 вересня уводится новый припыночный пункт на улице Ленинской по маршруте автобуса номер 7. Так, у напрямку до центра города будет уладкованный припынок в улице Стасова. Есть пыльные изменения у руху городского транспорта у одним из самых великих микрорайонов с подорожнику. Як поведомляете у гарвы Конкамо, в связи с просьбами мясцовых жахарой и уводом нового светлофора на перакрыжевании улиц Якубовского и Пысина, к рыху изменится схема руха автобуса номер 38. С 1 вересня он пойдет с улицы Якубовского одразу на улицу Пысина, потом улицы Куляшова и Бялынинского Берули. Радою Могилеву протягуя рабить добрые справы. На пярыды дни 20-ти годы ФМ-станции радыщики, да прикладут, помогают детям со шмадетных семью. Собраться у школу. Гэтым разом галунный редактор рады Ніна Мехнова с подарунками наведела семью у Кличеве. Вот мы приехали тебя поздравить. Держи, это все тебе. Примерить новый рюкзак Юра вырышу одразу, як я знайомиться с тем, что знаходится унутри. Набор для першоклассника унушальный, але особливую цикаваць, выкликая вось такая ферменная рэч адрадою Могилёв. Паза потреб школьных, але вельми карысная. Крубилка! Крубилка! Крубилка, ты переживала, что ты монетки свои не можешь положить. Теперь ты будешь сюда заходить. Разом с матью хлопчик демонструю обнуки. Семья же у неё на подрыхтовку до школы потратила уже немало. Так что допомога от рады её дарычи, бо у батьков трое малых. Шестигодовый Юра с нецерпливостью чекает 1 вересня. Личитесь до 20, ведая усилитры, а еще упевненный, что вучиться будет цикава. Вызначился навод с сяброкой по парте. Признайся честно, в школу хочешь? Да. Да? А почему? Расскажи. В школе интересно. Я сядусь вместе с Дашей. Свой покой Юра делись с молодшим братом. Ему три, и он ходит в садок. Стол для будущего школьника, как кажут, худко прибудет. Батьки специально загадали сделать новый. За чаеванием им уручают еще один подарунок. Рады её приемник. Его одразу настроивают на потребную хвалю. Як высветилася, рады и могилёв тут слухали и до Гетуль. Он когда приезжал мимо нас, например, в Минск нас забирают. Ну что в машине? Радио могилёв, как обычно. Коллектив Рады и могилёв до новичального года познайомился с некалькими шмадзетными семьями. Усе подарунки – это уластные набытки радыщиков и допомога организаций, которые долучились до акций. Поездкой в семью в Кличе мы уже завершили одну из наших акций. Поможем собрать детей в школу. Но у нас еще остались в планах такие добрые дела, как покрасить дворы в могилёве. На первые дни 20-ти годзя от Рады и могилёв з'явится символичная аллея. Рыхтуется кулинарный сюрприз. А другого вересня на набережные раки Дубровенко у могилёве по традиции пройдет великий день физичной культуры. Телерадио компания могилёв запрашает на масштабное спортивное свято. Олеся Рыбалка, Александр Тарасов, Новинир Геона. Усе дикавые новины про житё в области на нашем сайте. А я с вами развитываюсь. До встречи.